Хохотушки веселушки! Говорушки непослушки! За животики держалки! Обсуставки и игралки! С нами праздник каждый день! Передача День Пельмень! Всем привет! Вы смотрите самую праздничную программу День Пельмень! И сегодня мы будем справлять новый, самый необычный и веселый праздник! Итак, сегодня на календаре День Стояния в углу! Не спешите расстраиваться! Это праздник, а не наказание! Итак, признавайтесь, кого из вас ставили в угол? У нас детка в садике ставили в угол Лизу, когда читали книгу. Она не слушала? Нет. Ну, когда я совсем не нахожу дело, я начинаю баловаться. И меня тогда ставят в угол. А тебя не ставят в угол? Меня никогда не ставили в угол, но у меня дома очень много углов. То есть тебя есть куда поставить? Меня всегда есть куда поставить. Как удобнее стоять в углу? Задом. Это как? К углу передом. А к всем остальным задом? Да. Удобнее стоять в углу с игрушками. И не скучно? Угу. Хорошо. Артем, вот ты ни разу не стоял в углу, но вот как ты думаешь, как правильно стоять в углу? Может, покажешь? Хорошо, сейчас покажу. Когда же меня отпустят? Ну, думаю, так легче всего стоять в углу. Можно все смотреть, всю свою комнату. А ты покажешь? Да. Давай. И как долго ты стоишь в углу? Где-то 15-10 минут. А почему так много? Потому что родители так решили. А если ты кушать захочешь? Я закричу, мама, я кушать хочу. А я всегда думаю, чтобы выйти из угла, нужно попросить прощения. Разве не так? Так. Сразу простят? Ну, они подумают сначала. А почему наказывают именно углом, а хулигана не ставят в центр комнаты или на стол? Потому что ты солист, а что может просто сломаться? Если их будут ставить в центр комнаты, то они не смогут хорошо отсидеть и отбыть свое наказание. Отсидеть прям? Да, отсидеть, отстоять. На самом деле, в старину детей ставили в угол. Не в обычный, а в святой. То есть под иконы. Родители думали, что Бог вразумит ребенка, и он станет вести себя лучше. А строгие родители ставили детей в угол на горох. Это очень больно. Кто-нибудь хочет попробовать? Нет! Вам придется это сделать. Например, Артем, да. Пошли со мной. У меня есть горох. А стоять надо на коленях. Вот так. Понял? Вставай. Ну как, чувствуешь горох? Пока нет, но я думаю, если долго постоять, обязательно почувствуешь. Думаю, ты прав. Ребят, а вам когда-нибудь хотелось поставить в угол родителей? Да. За что? За то, что они всегда и много едят конфеты. А вам не дают? Да. Я хочу поставить маму в угол за то, что она меня заставляет делать уроки, ходить в школу. А мне это вообще не нравится. Хочется дома сидеть и все. Тогда ты будешь гудненьким? Нет. Ты так думаешь? Я буду заниматься. Сам? Сам. Немножечко. Немножечко? Каждый день понемножечку. Ну хорошо. А я думаю, что маму надо поставить в угол или папу, потому что они долго не играют с Рякусией. Рякусия, это твоя сестра? Да. Приходится мне играть с ней. Сейчас мы разобьемся на пары. Один из вас будет строгим родителем, а другой хулиганом, который отправится в угол. Аня, я тебя наказываю за то, что ты бегала до съемок в коридоре. Стой в углу и думай о своем поведении. Ты не убрала свою комнату и не сняла кассу в угол. Я тебе ставлю в угол, потому что я девочек, а ты мальчик, а мальчик не слушает, что девочек я так хочу. Ну, ладно. Сегодня можно стоять в углу не только из-за наказания, но и ради удовольствия. Обязательно попробуйте. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok